Первым глава посетил один из гипермаркетов города. Сюда каждый день за покупками приходят тысячи жителей курорта. Анатолий Пахомов проверил и сравнил стоимость продуктов с городскими рынками и более мелкими магазинами. Поинтересовался, повышались ли цены за последнее время. У нас, во всяком случае, фиксирована цена. То есть пока мы получаем по той же самой цене, никаких проблем? У нас вопросов пока нет. И в принципе, с какого времени мы не меняли цены? Ну, уже месяца два, точно. Плюс, минус один рубль. В последнее время понятие «продовольственная безопасность» стало как никогда актуально. В связи с запретом экспорта некоторых товаров из стран Европы. У отечественных производителей появились новые возможности. К слову, на прилавках гипермаркета немало кубанской продукции. Это откуда кротошка? Вместные фермеры привозят. Какая цена в общем-то? 16 рублей? Цена лучшая. Я вот рядом беру, например, у нас в магазине 50 рублей. Ну, в принципе, это же те же фермеры. Да, представляете? А это 16 вообще очень. Я сейчас вот и приехал посмотреть магнит, да, и смотрю, у них эти цены. Это те же, ну, пусть, предположим, она не очень там откалибрована. Нет, 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 все нормально. А ну, надо за такую цену он найдет откалиброванную. Следующей торговой точкой, которую посетил глава, стала ярмарка на площади у железнодорожного вокзала Мацесты. Сюда свою продукцию привозят кубанские фермеры. Задача сделать товары доступнее, поэтому Анатолий Пахомов подчеркнул, перекупщикам на ярмарке не место. Одно из отличий ярмарки сегодня – отдельные места для местных производителей. Часть сельхозпродукцию сочницы продают по оптовой цене, оттого и покупателей у них много. Вот, например, представители совхоза «Восход». Особое внимание власти уделили месторасположению ярмарки. До нее можно добраться и на электричке, и на автобусах. Специально по просьбам сочинцев был определенный новый маршрут номер 12 от микрорайона Бытха прямо до ярмарочной площади. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.